всем здравствуйте дорогие друзья с вами encrypted xcode и сегодня я бы хотел поговорить про безопасность но не на локальной машине не внутри одного компьютера безопасность конкретного пользователя либо группы пользователей в сети все мы знаем что наши данные все время пытается кто-то украсть историю посещения наших сайтов то что мы делали в интернете с кем переписывались все это все время под угрозой кражи фишинг разведка и прочие недоброжелатели и сегодня я бы хотел поговорить про один из самых лучших самых эффективных способов как защититься от кражи личной информации в сети то есть обрести анонимность и безопасность для этого была придумана сеть тор может быть кто-то слышал но не путайте сеть тор с богом тором потому что сеть тор это сокращение расшифровывается как the onion роутер что означает луковый роутер проект цру в содружестве с дарпа по федеральному заказу в 89 году для того чтобы агенты могли незаметно шпионить за другими сеть тор основана на зашифрованных переадресациях от сервера к серверу до достижения конечного сервера соответственно отследить пользователя использующего сеть тор в пути невозможно это сеть создана как раз для того чтобы защитить канала передачи в принципе у нее огромное количество плюсов это она абсолютная анонимность безопасность в интернете него тут даже поисковик есть который работает с помощью сети тор сделаны в содружестве с google он использует google но это модифицированный google созданные специально для тора в принципе сеть тор сможет очень хорошо защитить ваши данные потому чтобы отследить вас недоброжелателю придется взломать пять уровней сервера которые как ассоциируются с луком как пять слоев лука то есть это слоеная переадресация роутинг которая позволяет вам оставаться анонимным всегда плюс в сети тор куки не сохраняются соответственно вашими формами для плагинов и паролей злоумышленникам можно будет потереться потому что они не смогут их взять потому что они уничтожаются через полминуты и никто до ваших куки не доберется второй момент это то что благодаря сети тор ты прячешь не только себя но и получателя твоих сообщений твоих файлов но у сети тор есть и минусы за счет огромного количества переадресаций возникает конфликт у вашего компьютера сервером соответственно сильно обрезается скорость соединения плюс сеть тор не позволяет использование например торрента бит торрент систем потому что они требуют протокол у дп а протокол у дп не поддерживается сети тор но для обычных людей в принципе не очень понятно что такое протокол дп и для чего он нужен так что я вам не буду об этом долго рассказывать но торрентом через эту сеть вы не сможете воспользоваться но опять же вас не смогут определить не по ip адресу не по мак адресу ваш компьютер и ваши данные и вот вы можете заметить страницы youtube отображается на английском языке и он говорит про куки что он не может их использовать данный момент но вы должны знать что сеть торр не защитит вас от вирусов и шпионских программ которые вы получили или загрузили на определенных сайтах сеть торр можно выявить с помощью корпоративного снифера если кто захочет попробовать пошариться по порно сайтам на работе используя сеть торр у вас не получится этого сделать потому что протоколы сети торр давно известно они имеют открытый исходный код open source то есть все их знают а значит их легко можно будет определить вас конечно не заметят куда вы ходили но сможет прийти к вам злой начальник и сказать какого черта ты пользуешься тором на работе торр не защитит вас от вирусов он не защитит вас от шпионских программ это в основном больше направлено на анонимность а не на защиту от вирусов шпионских программы но в принципе от банальных школа мошенников торр вас защитит от всевозможных хакеров которые только вышли из колледжа ну и таких ребят принципе у вас будет защита что радует это то что браузер торр есть вообще на всех платформах это кросс платформенный проект который есть начиная от windows и linux заканчивая маком и айос даже на айфоне есть браузер торр и на андроиде есть он в принципе есть везде поэтому как бы можете посмотреть он вот тот же самый браузер торр на windows по поводу торр на самом деле было огромное количество скандалов ввиду того что было совершено огромное количество взломов утечек и даже сам сноуден передавал компромат на цру с помощью сети торр что наводит на мысль а вернее скорее всего так и будет то что торр в скором времени начнут научиться блокировать будут специальные программы китайцы уже что-то сделали что сможет заблокировать то тогда придется как бы запрашивать мосты у разработчиков торра специальные мосты по которым вы сможете пользоваться сетью торр второй аспект это то что сеть торр дала колоссальный прирост онлайн черным рынком где можно купить все начиная от краденных айфонов и часов rolex неподдельных за копейки заканчивая маленькой ядерной бомбой и все потому что сеть торр дает вам возможность безопасного и гарантированного использования криптовалюты например bitcoin и оплаты на всех этих черных рынках производилась с помощью биткоинов и вообще торр на самом деле оброс к огромным количеством грязных легенд потому что через него воровались данные цру через него производились взломать на нем имеется черные рынки и все такое против также доступен на практически всех мобильных платформах включая ай ос вот есть у нас они он браузер непонятно как его пропустили в appstore произошло это года два назад но у нас есть браузер тор даже на iphone и ipad странно что apple конечно его пропустили но он у нас есть и он рабочий и вот то о чем я говорил обрезается скорость даже при загрузке старт пейдж google у вас будет довольно медленно все это грузится потому что большое количество шеф зашифрованных переадресации между серверами понижает скорость браузер тор также есть и на android его нету на windows фон для windows mac и linux идет официальный браузер а для ios идет сторонний браузер разработчик решил его сделать платным ссылку на appstore я вам дам там цена небольшая 60 рублей так что если надо будет купите а для windows linux и mac есть официальный браузер тор который является бесплатным опять же есть огромное количество расширений для ваших браузеров включаем firefox opera x explorer chrome safari но расширение ставить на ваш браузер я бы не советовал потому что большинство из этих расширений и дополнений для браузеров которые переводят вас сеть тор не отключаем их приходится удалять чтобы отключать во вторых удалить их довольно сложно они разбрасываются по всей системе найти где у вас находится плагин торт для браузера chrome будет очень сложно поэтому я бы поступил с точки зрения пользователя проще я бы просто загрузил сам браузер установил его и для тора использовал бы отдельный браузер ну и это в принципе все что я хотел бы вам поведать про тор про сеть тор про браузер тор и он даже рассказал чуть-чуть истории о ее создание я конечно же в твиттере энкрипт xcode скину ссылки где можно загрузить браузеры торт для платформы mac windows linux android и ios ну для десктопных платформ это все идет на одном сайте так что скину одну ссылку а для ios android я вам скину отдельные ссылки где можно скачать браузер для сети тор ну что ж подписывайтесь на канал энкриптед xcode на twitter энкриптед xcode на группу вконтакте следите за безопасностью своего компьютера пока